Речи Донская Сипуга – это японская сладость или же японская ягода? Мне кажется, это что-то связано с погодными условиями, как вот в Белоруссии завируха или что-то вот в этом роде. Не утварь и не японская сладость. В Шолоховском районе Ростовской области слово «сипуга» и сегодня можно услышать в речи местных жителей. Как рассказывает Александра Кочетова, так казаки называют погодное явление. У Шолохова буром степи. Я выглянул из кибитки, все было мрак и вихрь. Ветер был с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича. И вот мне кажется, что это вот такое вот, ну, как мгла. И вот выражение у нас сюда в казаках говорит. Куда ты собрался? Там сипуга. Что такое сипуга и как появилось это слово, поясняет диалектолог и этнолингвист, директор Института филологии и журналистики Межкультурной коммуникации Южного федерального университета Наталья Архипенко. В отличие от литературного языка, в говоре нет строгих норм и правил. Как человек говорит, такое слово и появляется в речи. Таким образом, сипуга, по словам Натальи Архипенко, скорее всего, неверно услышанное слово «сапуха», которое сегодня довольно широко распространено в донских говорах. Оно означает сажу, сажу в трубе, сажу в печи. И, допустим, ты весь в сапухе, это означает, что ты чумазый, грязный, именно потому что ты измазался в саже. Очевидно, что наши слушатели предполагают, что слово «сапуха» имеет значение «мгла». И хотя большой толковый слова ирганского казачества не дает такого значения этого слова, но вполне возможно, что сами носители могли обозначать этим словом что-то темное, черное, грязное. Такой перенос по сходству лингвисты называют метаморфическим переносом. А поскольку в говоре нет строгих правил, многие слова появляются во время разговора. Главное правило, чтобы тебя понимал собеседник. Таким образом, слово «сапуха», то есть сажа, могло употребляться в переносном значении «мгла» или «темнота». Мы продолжаем рассказывать о редких или забытых словах. Если вам интересно узнать о каком-нибудь из них или поделиться своими, звоните нам по телефону 200-08-49, и мы расскажем, что это такое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!